Добрый день, коллеги, друзья, единомышленники, потому что в пятницу, во второй половине дня, в праздничный день, в зале, безусловно, единомышленники. Я хочу вас поблагодарить вот всех присутствующих здесь, все знакомые, близкие, родные лица, тех, кто сейчас на посту, тех, кто, возможно, подключен онлайн. Вот за что поблагодарить, потому что вот этот доклад, он не мог бы родиться без вашего участия. Вообще авторами материала, на основании которого он появился, являетесь вы, все те, о ком я сейчас сказала. Поэтому вы все знаете, я не буду очень долго говорить о нормативных документах. Да, много федеральные, ведомственные, много кто говорит о том, какой должен быть стандарт. И там есть во всех этих документах, что стандарт это документ организации, и каждая организация создает свои документы. Какой же он, вот тот стандарт, который рождается в этих стенах, и почему он, и многие из вас это уже поняли, стал и становится, для кого-то станет в ближайшем будущем именно другом. Следующий, пожалуйста. Кто друг стандарт? Каков он? В федеральном центре онкологии. Это результат работы профильных специалистов. Он очень хорош с собой. Он стройный, логичный, последовательный и наполнен глубоким смыслом. У него нет двойного дна. Ни одно из положений стандарта не допускает двойного трактования. У него нет пятен на репутации ни белых, то есть стандарт пропустил какой-то момент из процесса, который он описывает. Ни черных. Там написана грубая ошибка, выполняя которую мы не то что не уменьшим риски оказания медицинской помощи, но их увеличим. Вы о нем знаете даже тогда, когда он еще только рождается. Почему? Почему о них все знают о стандартах? Потому что вообще-то в стандартной форме или вне стандарты, но вы все выполняете эти процедуры. То есть стандарт это что-то знакомое по сути. Не всегда прост, но всегда понятен. Такая задача поставлена при подготовке стандартов нашего центра. Вот почему не всегда прост. Вот, например, стандарт по брахитерапии, он включает в себя 6 человек, участники процесса, который описан в этом стандарте. Он не прост. И понадобилось очень много времени, чтобы эту процедуру сделать понятной. Говорит только о том, в чем уверен. Благодаря вам. Потому что первое, авторами его являются профессионалы. И что является такой отличительной чертой стандартов центра, это то, что он не только говорит о последовательности действий в процессе, а всегда отвечает на вопрос, как это действие выполнить, тем самым исключая возможность ошибки. И он еще такой вот, он современный, он такой молодой. Почему? Потому что он готов меняться, если появились обстоятельства, которые побуждают его это сделать. За два года, ну мы конечно не войдем в Книгу рекордов Гиннеса, но то, что вот такие цифры и стандартов такого уровня мало какое учреждение может представить на суд, 370 документов. Каждый шестой стандарт, что подтверждает, что они живые, что эти документы используются, что они работают, что вы их изучаете, что сотрудники находят вот те маленькие вкрапления, вот не пятна, а такие крапочки. Беленькие, черненькие, которые бывают. Каждый шестой стандарт был актуализирован. Стандарты живут в этом учреждении. 133 сотрудника за два года приняли участие в разработке этих стандартов. Какой наш подход к разработке стандартов? Только специалисты по профилю дилетантов, специалисты бывают разного уровня, начинающих, не очень хорошо разбирающихся в теме. Мы приглашаем, как всех желающих, но на первом месте только специалисты по профилю. Только команда, ни один из документов не был написан единолично кем-то. В приоритетной очередности. На следующем слайде я объясню, что под этим подразумевается. И стандарт должен закрыть весь процесс по направлению. Вот так образно. Когда мы приступали к работе к этой, то определяли наиболее рисковые направления, наиболее рисковые процессы. Это хирургическая безопасность, это переливание крови, это работа анестезиологов. И вот то, на чем были сосредоточены, то есть те процессы, которые надо стандартизировать максимально быстро. И выглядело это все как архипелаг. Сделали, 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 сделали по всем направлениям. Это была такая вот совокупность островов. Сейчас мы подходим по многим разделам работы к тому, что формируется из СОПов, они объединяются и полностью закрывают тему, какое-то направление. Образуется у нас вот такой, как бы, большой остров, а по некоторым направлениям это целый материк. А когда появился материк, ведь то количество, когда оно переходит в другое качество, требуются вопросы взаимодействия. А как эти документы, вот они вроде бы соприкасаются друг с другом, а следующие стали появляться в учреждении в нашем, регламенты по должности, и вы это знаете, регламенты по работе подразделения и регламенты виды деятельности. То есть, те документы, которые четко, понятно описывают, а как взаимодействуют различные процессы, которые были стандартизированы. Почему я хочу сказать, что стандарт это друг? Потому что на всех этапах общения с ним, то, что вижу я, непосредственно участвуя в разработке всех стандартов и, ну, рядом, будучи с вами, то, что стандарт дает возможность тем, на этапе разработки тем, кто в нем участвует, попробовать себя в работе в 3D-команде. Почему 3D? Потому что участвуют на самом деле не только медицинские сестры, это ваш сегодня праздник. Участвуют все сотрудники, участвуют врачи, участвуют заведующие отделением, участвуют заместители главного врача, младшие медицинские сестры, буфетчицы, санитарки. То есть, это очень комплексный процесс. Происходит то, что вот в процессе разработки стандарта, безусловно, такое ваше взаимодействие. Вы открываете себя, вы открываете своих коллег, это видно, это очень приятно это видеть, красиво это получается у вас, когда вы обмениваетесь опытом. Вы, безусловно, получаете абсолютно новые навыки. И это навык увидеть себя со стороны, увидеть процесс, которым вы занимаетесь, по-другому. И открытий в нашем таком командном кабинете, где вы работаете, было очень много, когда вы узнавали, что можно сделать по-другому. Искали, сообща командой, как сделать лучше, проще, найти наилучшее решение. Учились отстаивать свою позицию в дискуссии. И учились излагать. И столько таких распахнутых, знаете, глаз, когда вот этот сложный процесс завершался. И вот это движение такое, прижатый к груди документ, когда уже все можно отправлять на утверждение. И такие распахнутые глаза. Получилось! А я и не думала вначале, что так может быть. И вы, авторы этого, ну это дорогого стоит, прямо иногда, ну это такой момент, снять это не удается, на заказ это не получится. Но то, что это такое вот открытие внутреннее сотрудников, когда они получают результат, это дорогого стоит. И вот это можем у нас получилось, это становится уже такой практикой создания этих документов. На этапе изучения. Разные варианты. Всегда так делал, готов учиться. Это обычно для новичков. Ошибался. Было такое. А один раз одна из старших сестер, тоже взяв так стандарт, говорит, ну наконец-то, ну наконец-то здесь прописали. А то вот я с медсестрой отделения, мы с ней спорим, спорим. Я говорю, что надо так делать. А она по-другому. А теперь у меня есть документ. Я была права. Причем она не была автором. Она просто пришла поделиться радостью, что тот вариант, который был разработан коллегами, подтвердил ее правоту. Не согласен. Да, такое тоже. То есть открыто для дискуссии. Возвращаются, не согласны, но только. Критика должна быть конструктивной. И получается, у вас получается только так, что нет, так не надо. От этого мы уже давно ушли. А как надо, если вдруг так получилось, что вы не знали, что создается стандарт, вас не привлекли, то всегда готовы услышать аргументы и разработать новую версию с коррективами, если они заслуживают внимания. Применение. Вот тут два варианта. Делаю, как написано. Сбиваюсь на привычные, потому что у некоторых как-то заучено. И на самом деле получается, что у меня же не было ошибок, я делала так, а результат всегда был хороший. Но об этом я скажу чуть ниже. Почему все-таки лучше делать так, как написано в стандарте? Знаю, но игнорирую. Это всегда есть 10% людей. Это не мой вывод. Это такие серьезные изучения по стандартизации, по менеджменту качества, которые всегда против. Баба и Га против. Всегда. Но стандарт по законодательству – это документ, обязательный к исполнению сотрудниками учреждения. И поэтому, когда задают вопрос, стандарт помощника или средства контроля или наказания, но выбор за вами, потому что не выполняя стандарт, повышаются риски оказания медицинской помощи. И позиции ответственности я либо следую правилам учреждения, либо их нарушаю. Ну, это все реже. Итак, дальше. Классический. Наш стандарт ничем не отличается по своей структуре. Все, кто из других учреждений, всегда такие стандарты. Чем, что, у нас, какое достоинство наших стандартов? У нас нет проходных разделов. На старте задавали вопрос. А почему так подробно мы пишем и так много переделываем общие сведения о процедуре? Практика показала, что когда есть теоретическое основание, фундамент теоретический для выполнения каких-то действий, действия, которые прописываются в разделе алгоритм, они становятся осознанными. И не всегда персонал делал вроде бы все правильно. Но понимание, почему, для чего логичное, последовательно я действую так, оно значительно повышает качество оказания медицинской помощи и ту легкость и осознанность, которая помогает. Ну вот, он откроет вам все, что в него заложено, потому что в него это вложили вы. Отдаст все, чтобы вы выросли профессионально, чтобы вы чувствовали себя при выполнении вашей работы легко, радостно, это так, и свободно. Потому что когда тебе не нужно изобретать, придумывать в простейших вещах, в простых, в стандартных вещах, а ты действуешь так, как нужно, и ты уверен, что так нужно, появляется правда-свобода. И он всегда на вашей стороне. Если вы привержены ему, он вас всегда защитит и никогда не предаст. Чек-лист контроля, это тоже особенность наша, ну не особенность, это всегда в наших стандартах есть чек-лист контроля. Он как для контроля, так его легко можно использовать для обучения, потому что он просто такой сухой остаток из многостраничного стандарта. Он позволяет, если ты о чем-то сомневаешься в чем-то, самопроверить себя. И он делает вас защищенными от субъективной оценки, как внутренней, так и внешней проверки. Потому что вот мы только что говорили о харассменте, но ведь у нас бывает не только такой гендерный харассмент, у нас бывает внутри учреждения, внутри подразделения, нравишься, не нравишься. Так вот инструмент проверки, объективизации навыков ваших умений, претензий, обоснованных или не обоснованных, стандарт, все ставит по своим местам. Невозможно обвинить вас в чем-то, что вы делаете неправильно, если вы выполнили полностью стандарт. И когда вы обучаетесь чему-то новенький или те, кто переучивается, а делал неправильно, то в динамике чек-лист дает объективную оценку, как растет ваше мастерство. Я воспользовалась согласия сотрудников отделения операционный блок. Это мнение медицинских сестер, которая представила на одной из конференций заведующей отделением Наталья Игоревна Ленкова, о том, что дали стандарты. Не буду повторять, вы видите. И что получилось? Мы пишем стандарты как для себя родных. Это фишка нашего учреждения, что мы пишем стандарты, потому что есть опыт других учреждений, где стандарты пишет один человек, а потом их долго-долго адаптируют и переделывают, чтобы они были понятны. Вот это определение, это определение дружбы. Но я его хочу сказать, вот представила вам для того, чтобы показать. Если вы посмотрите на стандарт вот так, он все готов вот это вам дать. Я поздравляю вас с праздником. Я рада, что я знакома с таким количеством вот в работе, в совместной работе с таким количеством замечательных, преданных своему делу, желающих развиваться, расти, что-то менять в этой жизни. Несмотря на все ее сложности, с праздником будьте здоровы, берегите себя и своих близких.